В эфире программа «День города» в студии Наталья Новикова. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В России объявлен траур. В Рязани вспоминают ансамбль имени Александрова, Елизавета Углинка и погибших журналистов. В России зарегистрирован первый случай смерти от гриппа, как обстоят дела в нашем городе и Рязанской области. Новоселье в доме на осенней и новой жизни во взорвавшемся доме. В России сегодняшний день объявлен Днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем, было принято президентом Владимиром Путиным. На территории страны приспущены флаги, учреждения культуры, телерадиокомпании и радиостанции отменили развлекательные мероприятия и передачи. Самолет Ту-154 Минобороны России потервел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. На борту находились 92 человека. Среди них были артисты ансамбля имени Александрова, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, а также журналисты Первого канала НТВ и телеканала «Звезда». Согласно последним данным, выживших в результате ЧП нет. Наш город и наша телекомпания скорбит со всей страной. Фотографии людей на экране, звания и фамилии. Хоровой состав ансамбля имени Александрова вылетел в Сирию, чтобы исполнить новогоднюю программу для русских летчиков. Через 7 минут после взлета все планы, цели, мечты этих людей волей рока оборвались. Я и все остальные пришли на то, чтобы быть вместе вот в такой трагический день. Потому что дома же просто немыносимо, слезы постоянные на глазах, потому как такая утрата невосполнимая. Очень тяжело. Сегодня в день траура в библиотеке имени Горького собрались десятки людей, потому что это горе никого не обошло стороной. Этот день будет таким же трагически памятным, как потеря атомной подводной лодки Курск. Это такие уже раны на нашей национальной душе, нашей национальной памяти, которые не забудутся никогда. Память об этих людях всегда будет с нами. Ансамбль Александрова широко известен не только в стране, но и в мире. И речь идет о том, что эта утрата не только человеческая. Погиб экипаж лайнера, погибла группа офицеров и погиб свет нашей военной музыки. 64 музыканта ансамбля песни-пляски имени Александрова и их руководителя. Генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов. Дело в том, что из хоровиков ансамбля погибли все, за исключением троих человек. И это великая утрата не только для культуры России, не только для нашего Министерства обороны, культурного центра Министерства обороны. Это великая потеря для культуры мира. Для каждого из рязанцев эта потеря буквально личная. Наш земляк, великий композитор, в городе почитаем до сих пор. В его честь несколько лет назад открыт сквер. Тогда возле памятника на рязанской земле выступили солисты ансамбля его имени, о которых сегодня скорбит вся страна. Перед памятником выстроились участники хора и музыканта. Они были в гражданской форме одежды. И вот тогда мы их увидели буквально так в двух-трех метрах от себя. С ним были ветераны ансамбля. И буквально через час они дали здесь у нас филармонию, потрясающий концерт. И рязанцы их просто не отпускали. Девять журналистов, которые летели, чтобы исполнить профессиональный долг, и не добрались. Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, при жизни ставшей легендой. Теперь же о ней осталась вечная память благодарных, спасенных ею людей. Шлейф трагедии, произошедшей в нашем городе 23 октября, будет тянуться еще долго. Тем не менее, жизнь не стоит на месте. Вот и первый подъезд дома на осеннем переулке, где произошел взрыв бытового газа, полностью отремонтирован. Жильцы начали заселяться в свои квартиры. На месте побывала Анна Герцовская. Осенний переулок, скорее больше, сейчас напоминает весенний. Желто-зеленый дом, красиво благоустроенный двор. На этом месте практически нет напоминаний произошедшей трагедии. Два месяца назад здесь прогремел взрыв бытового газа, в результате которого погибли люди. Три верхних этажа десятиэтажного здания частично были разрушены. Теперь первый подъезд дома претерпел большие изменения. Верхние этажи частично были ликвидированы. С другой стороны, подъезда квартиру удалось сохранить на восьмом, девятом и десятом этажах. Газ запущен был в субботу. То есть уже бытовые приборы все подключены. То есть вполне можно нормально заезжать и жить обычной жизнью. Отопление в доме также функционирует. В эти дни собственники квартир, расположенных в первом подъезде, находятся на стадии заселения. Они перевозят мебель, благоустраивают свое жилье. Ремонт был произведен не только самого здания, но и в 35 квартирах. До этого люди в основном жили у родственников. Некоторые оставались в гостинице при Рязанском институте развития образования. Там до сих пор проживают люди. На сегодняшний день осталось пять человек, две семьи, которые планируют переехать. Просто не смогли, им нужно завести мебель, кое-какую мебель купить. Я думаю, что в самое ближайшее время уже все, кто пожелает, могут сюда вернуться в свои квартиры. Все коммуникации восстановлены, все инженерные системы работают, проверили вентиляцию, электрика, восстановлена кровля, как положено. Все работы выполнены. Заменен лифт и допущен в эксплуатацию. Прочность дома не вызывает опасений. Те трещины, которые пугали жильцов, не влияют на несущую способность здания. Кроме того, были проведены работы по их ликвидации. В некоторых местах была произведена замена кирпичной кладки. Над седьмым этажом на месте разрушенных квартир появился технический этаж. Он утеплен и облицован. Сложно было работать при разборе завалов. Это, конечно, был один из самых тяжелых моментов, потому что опыта такого нет. Нужно было сохранить то, что здесь осталось после взрыва, для того, чтобы меньше восстанавливать, оптимизировать зарплату. Вторая сложность была, конечно, в оказании помощи по ремонту квартир, потому что жильцы пережили стрессовое состояние, и им все время казалось, что что-то не так. Но мы старались подходить индивидуально к каждому человеку. Валерий Денискин живет на шестом этаже. Его квартира находилась под эпицентром взрыва. В результате трагедии комнаты и коридор оказались несколько раз залиты водой. Стекла на окнах были выбиты. Сейчас мужчина оказался вполне доволен ремонтом. В данный момент он занимается установкой мебели. Отреагировали нормально, пришли сразу, все просмотрели, проверили, определили фронт работ. Все, впечатлили норму, там был фанер, заменить его, потому что все промокло. Все в воде было. Заменить обои, сделать потолки. Стоит сказать, что рядом с домом у жильцов появился настоящий оазис. Место, где могут отдохнуть дети и взрослые. Хорошая детская площадка, урны, место для парковки, хвойные деревья и двор, выложенный плиткой. Все преобразования, касающиеся ремонта дома и квартир, стали возможны благодаря средствам из резервного фонда областного бюджета. А дополнительным благоустройством придворовой территории дома номер 4 занимался рязанский подрядчик на собственные средства. В России зарегистрирован первый случай смерти от гриппа в текущем зимнем сезоне. Мужчина, работавший дальнобойщиком, скончался после нескольких часов реанимации. Как отмечают специалисты, в нынешнем году по России ходит преимущественно вирус гриппа, который называют гонконгским. А эпидемия гриппа началась с центральных регионов Москвы, Владимира, Смоленска. Также сложные ситуации и в Калининградской области. О положении дел в нашем регионе расскажет Алена Куколева. Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Рязанской области ожидается в середине января. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения региона Олег Митин. Поликлиники также у нас наполнены, как обычно, но сдвиг работы медиков перешел сейчас на дом. То есть увеличилось количество обращений с вызовом на дом. В некоторых поликлиниках в два раза увеличивают, в некоторых чуть меньше. Всего с октября в стационары поступило более 800 человек, из них порядка 300 человек – дети. Только 40 пациентов из тех, кто оказался в стационаре, сделали прививки от гриппа. Все стационары проведены в повышенную готовность в связи с эпидподъемом. То есть у нас готовы койки для размещения пациентов и в 4-й больнице, и в 11-й больнице, и в Семашко. Медики просят граждан заниматься профилактикой и не приходить на работу при первых признаках заболевания. Если ваш ребенок явно имеет признаки вирусной инфекции, то есть слезотечения, ринк течения, повышенная температура, ну поберегите его здоровье, оставьте его дома, не надо его отпускать в детские коллективы для того, чтобы это происходило. Ну и взрослые у нас тоже. Вот мы говорили о необходимости отправлять заболевших домой, но все равно они, к сожалению, приходят на работу и потихонечку распространяют вирусную инфекцию. Регулярно проветривать помещения, гулять на свежем воздухе, избегать мест с большим скоплением людей, чаще мыть руки, промывать нос после улицы и общественного транспорта, включить в свой рацион как можно больше продуктов, содержащих витамин С и блюда с добавлением чеснока и лука. Все эти известные меры профилактики до сих пор остаются эффективными в период эпидемии вирусов. Рязанские неблагополучные семьи взялись за ум, а профилактические рейды, которые полицейские периодически проводят, накануне Нового года выявили полную идиллию у всех подопечных. Рейды проходят систематически. Сотрудников правопорядка интересуют условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактические учеты, как бытовые, так и моральный уровень исполнения родительских обязанностей, пристрастия родителей к спиртному и тому подобные факты. В ходе рейдовых мероприятий, которые прошли накануне Нового года, сотрудники полиции нарушений не выявили. Во всех домах, которые посетили полицейские, родители исполняют свои обязанности надлежащим образом. Детишкам полицейские вручили сладкие подарки и пожелали счастливого Нового года. Не было замечено и пренебрежений комендантским часом, обследовав улицы городов и поселков Рязанской области, сотрудники полиции не встретили несовершеннолетних, находящихся на улицах в позднее время без взрослых. В предновогодние дни рязанская полиция работает в усиленном режиме, рейды продолжаются. И в саму новогоднюю ночь, в течение всех новогодних праздников, ежедневно будут осуществляться мероприятия по проверке мест скопления подростков и молодежи с целью именно контроля за исполнением такой меры, как комендантский час, то есть за исполнением закона о защите нравственности и здоровья детей в Рязанской области. Эти мероприятия направлены именно на выявление подростков, склонных к нарушению данного законодательства, их родителей, с принятием мер к данным семьям и проведение с ними дальнейшей профилактической работы в целях сохранения жизни и здоровья подростков. Не стоит забывать, что за прогулки своего ребенка без сопровождения взрослых в ночное время ответственность несут родители, в том числе и административную, начиная от предупреждения и заканчивая штрафом. В Рязани появился настоящий танковый полигон, налетная трасса для дронов и лабиринты с роботами. Это не фантастика, а новый формат развлечений. Теперь технические науки можно осваивать в игровой форме на огромном интерактивном полигоне «Мир роботов», который открылся в торговом центре М5 Мол. Гонки на радиоуправляемых автомобилях, танковые сражения и футбол в новом формате. В Рязани открылся первый интерактивный полигон «Мир роботов». Это более тысячи квадратных метров развлечений в области технических наук. На 13 станциях можно в игровой форме освоить азы робототехники, программирования, 3D-моделирования и многое другое. При этом сложные механизмы просты в обращении и придутся по нраву как детям, так и взрослым. У нашего клуба миссия «Вдохновлять инженеров с детства» это одна из идей, как это делать. Сделать такой полигон, где дети могли бы в игровой форме попробовать разные виды техники, увлечься и впоследствии уже заняться собственным моделированием, сборкой этих моделей, созданием из них роботов. Площадка открылась в торговом центре «М5МОЛ». 24 декабря она работала в благотворительном формате. Первыми механизмы освоили дети из школы-интернатов. А все желающие в этот день могли бесплатно окунуться в мир технических фантазий. Эта площадка, она не только развлекательная, она еще и образовательная. Это тот досуг, который очень полезный, который может определить будущую профессию детей, который может получить здесь огромное количество не только опыта и развлечений, но и знаний. Самой познавательной стала станция с техническими открытиями Никола Тесла, где своими руками можно потрогать настоящие молнии. Напряжение в них 20 тысяч и 100 тысяч вольт. При этом разряды абсолютно безопасны, потому что для человека опасны не напряжение, а сила тока, которая здесь максимально снижена. Для любителей активных развлечений здесь работает целый комплекс интерактивных площадок. Головокружительные скорости можно развивать на радиоуправляемых машинках. Они разгоняются до 60 км в час. Ревя моторами и изящно входя в повороты, автомобили беспрекословно слушаются владельца. На этой станции наша задача помочь роботу выбраться из лабиринта. Сложность заключается в том, что я вижу все не сверху, как обычный человек, а глазами робота. Здесь только стены. Где же выход? Это возможно благодаря очкам виртуальной реальности, настоящего чуда техники. Ведь даже привычные вещи они меняют до неузнаваемости. Например, мини-футбол. Каждый спортсмен перед началом матча надевает такие очки. Задача футболистов очень простая. Попасть по мячу и отправить его в ворота соперника. Но поле и себя они видят сверху, от третьего лица, как в компьютерной игре. При этом изображение поступает по радиоканалу без задержек в режиме реального времени. Вообще забываемые, просто голова кружится. На танковом полигоне наша задача управлять военной техникой. Танки могут ездить, поворачивать башни и даже стрелять инфарокрасными снарядами. У каждого танка четыре жизни. При попадании одна из них снимается. А тут клево. Очень здорово, очень весело, много интересных вещей. А вот любители творить своими руками могут уйти домой с необычным сувениром. Такого у друзей и коллег точно нет, ведь сделан он с помощью 3D-ручки. С этой стороны поступает пластик. Тут стоит нагревательный элемент, по аналогу клей-пистолета или паяльника. И он выдавливает пластик за счет моторчиков. То есть нагревается и выдавливается. Отлично. Насколько я знаю, рисовать можно как в пространстве, правильно? Да. Так и на плоскости, например, по шаблону. Да? Да, попробуем. Каждая станция – это соревнование. Где-то с другими игроками, а где-то и с самим собой. За победу вам специальную карточку поставят печать. Кто наберет больше всех, получит призы. Их вручают по итогам каждого дня. Мы будем дарить и ноутбуки, и планшеты, и смартфоны, роботов. Когда мы будем уже оглашать победителей, это будет своего рода такой аукцион по количеству побед. То есть просто приходить и развлекаться – ничего такого. Никаких лотерей, то есть, соответственно, заработанные призы. Полигон работает до 8 января включительно. Именно в последний день праздников здесь разыграют суперприз. Испытать себя в смелости и ловкости, быстроте реакции и полете фантазии в столь необычной сфере – это поистине запоминающееся начало нового года, которое оставит не только приятные воспоминания, но и полезные навыки. На этом все. Новости и другие авторские программы смотрите на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова